Ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна. Адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители! Позвольте представить вам вновь нашего приглашенного гостя Светлану Львовну Мель, кандидата юридических наук, доцента заведующей кафедрой организации судебной и прокурорской деятельности Смоленского государственного университета. Здравствуйте, Светлана Львовна! Здравствуйте! Рада приветствовать вас снова! Благодарю вас за то, что уделяете внимание журналу «Уголовный процесс» и даете нам комментарии по вашим статьям. Я хочу обратить внимание, что в третьем журнале «Уголовный процесс» за 2024 год вами была опубликована статья «Исключительное состояние психики как основание для освобождения от ответственности». И вот хотела бы обсудить эту статью, и в рамках этой статьи хотела бы задать несколько вопросов. Но для начала расскажите, пожалуйста, что вас побудило вообще написать эту статью и в чем проблематика основная? Вы знаете, действительно, очень интересный пример из практики, который нам встретился, это реальный пример. Это не выдуманная нами, так сказать, невыдуманная ситуация, а реальный пример, который вызвал у нас необычайный интерес именно своей неординарностью. Мы привыкли, что обычно невменяемым признается лицо либо с хроническим каким-то психическим заболеванием, либо даже если это, допустим, и не настолько хроническое, но длительно текущее какое-то заболевание. А здесь случай, который нам показывает возникновение действительно невменяемости очень кратковременно, возникшее у человека на короткий период, который совершает преступление вот в этом состоянии. Причем первоначально этот человек был осужден. И только апелляция, когда действительно были приглашены очень квалифицированные эксперты, здесь важность высокой квалификации экспертной комиссии, которая проводит экспертизу, и вот только в результате работы адвоката, настойчивой работы адвоката, которая подала ходатайство на приведение повторной этой психиатрической экспертизы, действительно привело к тому, что в результате апелляции приговор был отменен. Правда, сейчас идет касаться, и мы не знаем, чем закончится касаться. В смысле, апелляция, простите, еще раз подали, да, теперь уже прокурор. И вот сейчас решается вопрос о том, что все-таки виновен человек был или не виновен. Вопрос до конца еще не решен. Ну вот это все вызвало у нас определенный интерес, и мы решили написать эту статью. Статья опять-таки написана совместно с ребенком у меня, с нашей бывшей студенткой, девочка, которая сейчас уже работает в правоохранительных органах, это та же Даша. Ну, в общем, вот это и послужило основанием для написания этой статьи. Тогда у меня несколько вопросов по вашей статье. Расскажите, пожалуйста, ведь все-таки психиатры и психологи в процессе проведения судебных экспертиз по назначению суда либо по назначению следствия не устанавливают сами причины девиантного поведения личности, а только проверяют именно факт осознания ей природы своих действий и способность руководствоваться ими, либо вообще в контексте состояния общего психикиста человека, либо на данный конкретный момент совершения противоправного деяния. И вот скажите, пожалуйста, насколько вот этот момент, тонкая грань причины, это же все-таки и мотивы тоже, которые могли послужить. Более того, вы говорите, что состояние психики стало нестабильным именно в момент совершения преступления, и этому тоже могли способствовать какие-то причины. Вот ваше мнение по данному вопросу. Да, вы знаете, современная психиатрия не отвечает на вопросы причины, она отвечает только на наличие медицинского критерия, да, невменяемости человека, то есть мог ли человек осознавать свои действия, иметь волевые установки на его совершение, то есть устанавливают, как я повторяю, не юридические критерии невменяемости, а медицинские. И действительно очень важно установление этого факта, потому что только влияние экспертизы в данном случае явилось основанием, вот как я вам говорю, освобождения от уголовной ответственности в результате апелляции. Поэтому, конечно, судебно-психиатрическая экспертиза, психологическая экспертиза должны повышать свой уровень и в профессиональном плане, и в уровне, скажем так, компетенции эксперта при ответе на вот эти вопросы, потому что психика человека действительно порой загадка. А с учетом того, что наша психика, в общем-то, является отражением реальной действительности, в которой мы существуем, наша реальная действительность очень часто отекущена какими-то, прямо скажем, недостаточно хорошими факторами. Я имею в виду алкоголизм, наркоманию, я имею в виду состояние какой-то, может быть, депрессии, которая у человека, причем это может быть тягостное, долгое время протекающее, состояние депрессии. Это может быть какая-то неудовлетворенность ситуации своего в обществе. То есть это не в буквальном смысле депрессия, а это эмоциональные какие-то моменты. Вот это все может привести к тому, что человек в какой-то момент, ну, прямо скажем, теряет контроль над своей психикой, над реальностью. Над своей личностью. Над своей личностью, совершенно верно. Причем, вы знаете, это состояние действительно может наступить в самый момент непредвиденный, когда никто в обществе, ни сам человек, ни его окружение не может прогнозировать, что вот это состояние, он его достиг, и вот сейчас оно может совершиться. Это действительно момент абсолютно непредсказуемый. Кроме того, он может быть очень скоротечный. Очень скоротечный. И действительно приводит вот к таким моделантным последствиям, которые и приводят человека к уголовной ответственности. Конечно, основная, причем, как показывает практика, в основном этих людей привлекают к уголовной ответственности. Еще раз повторяю, здесь работа адвоката, который действительно добился, настоял на проведении повторной экспертизы. Давайте все-таки не к уголовной ответственности, а на скамью подсудимых. На скамью подсудимых, да. Потому что ответственность не наступает. Первый раз наступила. Первый раз его признали виновным. Поэтому я так и говорю, что суд первой инстанции признал его виновным. Ну да. В общем, первичная экспертиза показала, что он вменяем. То есть была первичная экспертиза. Да, первичная экспертиза показала, что он вменяем, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, и его к ней приговорили. Но, повторяю, настойчивость адвоката, который, общаясь с этим человеком на протяжении всего предварительного расследования, все-таки усомнилась в том, что, ну, прямо скажем, в тот момент он осознавал свои действия. У него действительно были некоторые моменты, которые вызывали у нее определенные подозрения. И действительно ли он полностью вменяем, в частности, вот в момент совершения этого преступления. Тем более, что, ну, действительно, человек злоупотреблял алкоголем. Первичная экспертиза это признала, что у него есть зависимость от алкоголя. Но в момент совершения преступления она посчитала, что он был вменяем. Ну, и давайте все-таки для наших зрителей подчеркнем, что устанавливает эксперт во время проведения судебно-психиатрической, комплексной психолого-психиатрической экспертизы, что эксперт устанавливает ни критерий невменяемости, а именно степень поражения воли подэкспертного. А вопрос вменяемости и невменяемости – это только компетенция суда. Да, следователи и суда, совершенно верно, да. Ну, и в связи с этим у меня к вам вопрос. Существуют ли медицинские критерии выявления отклонений у подэкспертного, и какие у него признаки – хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние психики. То есть хочу спросить, существует ли какая-либо градация для судебно-медицинских экспертов, которые могли бы сказать, степень поражения воли сильная, не сильная, и вот в связи с этими наличиями заболеваний. Или не заболеваний, а состояние психики на тот момент. Ну, честно говоря, я не врач-психиатр, поэтому квалифицированно вам ответить на этот вопрос не могу. Могу сказать только, что действительно в процессе наблюдения за подэкспертным, в процессе проведения психиатрической экспертизы, сбор анамнеза, сбор медицинской документации, то есть наблюдался он ли ранее, поставлен ли у него диагноз, подвергался ли он лечению. Вот это основной критерий разграничения хронического психического расстройства, временного психического расстройства. Ну, а слабоумие, понятно, там уже, как правило, этот диагноз выставляется в детском возрасте, и человек идет с этим диагнозом после наблюдения психиатра уже детского. Значительно сложнее, когда мы говорим об ином болезненном состоянии. Это именно тот медицинский критерий, который подпадает под наше дело. Дело в том, что исключительное болезненное состояние, в котором находился наш подэкспертный, действительно попадает вот в этот критерий иное болезненное состояние. Что он в себя включает? Ну, как правило, он включает в себя внезапное начало. Еще раз повторяю, никто не может сказать, ни сам больной, ни кто из окружающих, ни врачи не могут сказать, когда наступает это состояние. Оно действительно внезапно. Дальше. Молниеносно. 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 Вот в любой момент непонятно. Дальше. Протекают очень быстротечно. Иногда это длится, допустим, сколько-то там минут. Иногда это длится несколько часов, но не более. Но не более. Дальше. Сюда относится полная или частичная амнезия, когда человек не помнит, а что же с ним в конце концов произошло. Ну, вот как у нашего обвиняемого по примеру, который мы приводим. Когда он очнулся, он вообще не мог понять, где он, в каком он состоянии, почему он в таком виде. Он был только одет, у него были только бриджи. Он был босиком, обнаженный торт. То есть он никак не мог понять. Когда ему объяснили суть дела, почему его задержали, почему его доставили в райотдел, по поводу, скажем так, применения оружия холодного, он сказал, а зачем у меня были деньги? Мне это совершенно не нужно. У меня целая зарплата была на карточке. То есть это амнезия и неадекватность его понимания. Зачем вообще он это совершил? Вот это состояние. Ну и агрессия. Вот это еще один критерий. Это агрессия. Эта агрессия может быть направлена как на самого себя, на своих близких, так и на окружающих. Ну вот в данном случае агрессия была направлена против продавца, от которого он требовал выдать ему деньги для приобретения якобы еще спиртного. Ну вот эти критерии и позволяют выявить вот это самое исключительное болезненное состояние, которое и произошло у нашего подэкспертного. Причем оно у него проходило в форме острого психического эпизода полиморфного характера. То есть когда включались все вот эти признаки и кратковременность, и агрессивность, и полная амнезия. У него, видимо, были какие-то галлюцинозные моменты, которые привели к тому, что вот он пошел требовать вот эти деньги. У него было бредовое восприятие окружающего. То есть вот это именно те признаки, которые и позволят судебно-медицинскому эксперту поставить вот этот критерий невменяемости. Критерий расстройства. Расстройство не невменяемости, а критерий расстройства психики. Именно болезненного состояния психики, которое относится к иным состояниям. Ну и давайте все-таки обратим внимание наших зрителей и читателей журнала на то, что проведение судебно-психологической психолого-психиатрической экспертизы возможно не только в отношении подозреваемого и обвиняемого, но также в отношении иных лиц. И целью проведения этой экспертизы является возможность давать достоверные показания и понимать сущность вообще существующих обстоятельств. Поэтому также и свидетелям, и потерпевшим, и иным лицам могут быть назначены указанные экспертизы судом или следствием, дабы оценить их возможность вообще адекватно осознавать обстоятельства, произошедшие, и адекватно их доносить до следствия, до суда и комментировать. Ну и я бы хотела отметить, что в своей статье вы говорите об исключительных состояниях психики, к которым также относятся патологическое опьянение, патологический аффект, сумеречные расстройства сознания различного генеза и просоночное состояние психики и реакцию короткого замыкания. И я понимаю, что все это медицинские критерии, поэтому мы не будем углубляться с юридической стороны, но даже в этих медицинских критериях существуют проблемы для медиков, для квалификации этих состояний, не только для определения наличия или отсутствия, но также и разграничения и квалификации, какое состояние было у подэкспертного. Правильно я понимаю? К сожалению, да. Это вот проблема современной психиатрии. Почему? Потому что, еще раз повторяю, обычно, как я начала рассказывать, как проводится психиатрическая экспертиза или психолого-психиатрическая экспертиза, происходит постоянное наблюдение за подэкспертным, беседы, разговоры. Соответственно, врачи и составляют мысленную картину того, о какой недуг, какие недомогания испытывает их подэкспертный. А здесь, в связи с кратковременностью, врач не наблюдает это состояние у своего пациента. Он диагноз ставит только по ретроспективным моментам. А именно, это может быть, допустим, составление протокола допроса. Это может быть, если такой человек попадает в медицинское учреждение, это может быть, допустим, данные приема данного пациента, его анамнеза, его эпикриза, допустим, выписного. Это какие-то медицинские наблюдения, если он попадает в отделение, в какое-то наблюдение за этим больным, который ведет врач ежедневно. Вот только по этим документам. И, конечно, очень важно, чтобы эти документы были составлены максимально грамотно и полно описывали все состояние больного, потому что именно по ним врач должен будет сделать свои выводы. Ну и, конечно, как я уже повторила, очень высокий должен быть компетенции сам эксперт, который осуществляет наблюдение. Вы прекрасно знаете, что психиатрические экспертизы проводятся только в комплексном характере, то есть это всегда комиссия врачей. Так вот, хотя бы, чтобы один врач был самой высокой квалификацией, чтобы он действительно смог уловить вот именно эти критерии, именно эти моменты и поставить диагноз того, что у человека действительно имеется патологическое, допустим, как в данном случае, просолнечное состояние, которое характеризуется тем, что человек как бы не до конца проснулся. Он как бы продолжает действовать во сне. Он как сомнамбула, да, то есть вот он действует, не понимая, что он делает и как он делает. Как правило, это состояние наступает вот именно в состоянии алкогольного опьянения, когда человек употреблял алкоголь, он не просто поспал и вот что-то ему там приснилось, да, нет, он находился, как вот в нашем примере, экспертный находился в состоянии действительно алкогольного, алкогольного хорошего опьянения, ну, он выпил, считайте, пол-литра водки, да, один, и поэтому, конечно, когда он лёг спать, у него вот наступило вот это состояние, действительно патологическое, просолнечное состояние, выражившееся в двигательной активности, он во сне встал, не пробудившись полностью, натянул на себя штаны, вышел, пошёл, и вот совершил вот эти вот действия, которые он воспринял как действия во сне, не окончательно проснувшись, а уже когда его стали крутить и надели на него наручники и стали, значит, доставлять в райотдел, вот здесь он уже полностью проснулся и, конечно, был в недоумении, почему он здесь, почему он в таком виде и зачем он это сделал. Ну, то есть состояние, скажем так, в чём-то похоже на лунатизм, которое бывает у деток. Ну, это не лунатизм, нет. Ну, лунатизм, это, как правило, в период созревания подростка, молодёжи, когда они очень бурно переживают гормональный рост, бурно относятся к событиям дня, они их как бы переживают во сне, да, и вот бывают такие, так называемые, сонабулические, или, как мы говорим, сонное состояние луна, ещё лунатики их называют, когда ребёнок выходит, но это, честно говоря, не то. Это разные состояния. Здесь должно быть или состояние наркотического, или алкогольного опьянения. Но в нашем случае лицо не употребляло наркотики, но находился в зависимости от алкоголя. Да, он регулярно потреблял алкоголь, и вот поэтому его психика вот так отреагировала. Это и не белая горячка, нет. Но вот состояние, потому что белая горячка, мы относим, в общем-то, его к хроническим психическим расстройствам, а здесь вот именно вот такое молниеносное патологическое просолнечное состояние. Я вас благодарю за то, что обратили внимание на такой интересный пример и донесли до наших читателей, до наших зрителей. И я обращу внимание защитников, ну а также вас обвинители, что при изучении судебно-медицинских экспертиз, психиатрических, обращайте внимание на то, чтобы экспертами было исключено и такое просолнечное состояние психики подэкспертного. Я вас благодарю и надеюсь до ваших новых публикаций, до новых встреч с вами. Спасибо большое. Мы будем очень рады, если наша работа действительно кому-то пригодится. Мы очень надеемся, что пригодится. Ну и желаем также сотрудничать дальше с вами. Будем стремиться к этому. Спасибо. Благодарю всех. С вами была ведущая адвокат Софья Литвинова. в совместном проекте адвокатской коллегии «Альфа» и журнала «Уголовный процесс». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 А.Егорова